Олег Жданов, украинский военный эксперт, полковник запаса, Генштаб Украины, сейчас у нас в эфире. Здравствуйте, Олег Владимирович. Здравствуйте. Ну вот, прошла неделя вот этого объявленного, необъявленного контрнаступления, наступления, наступательных действий. И только вот последние два дня появилась какая-то информация, Офис Президента официально признал Высокополье и какие-то вот территории, что украинским войскам удалось вернуть территорию. Вот Вы сказали такую замечательную фразу, фронт тронулся, фронт двинулся. Вот это действительно так? Это только начало каких-то больших изменений? Ну смотрите, не было никакого анонса контрнаступлений. В принципе, как говорит наша официальная власть, мы ведем контрнаступательные действия на отдельных участках оперативных направлениях. Имеем успех и пытаемся его максимально развивать. Да, официально мы освободили Высокополье, оно перешло под наш контроль. И населенный пункт Озерное, это Донецкая область. Еще, по-моему, Ольгина признано, это тоже херсонское направление. Да, ну Высокополье и Ольгина, это два соседних населенных пункта, которые находятся рядом. И, естественно, фронт на Криворожском направлении, фронт продвинулся в сторону Херсона. На несколько километров точной цифры пока на сегодняшний день нет. И еще признан населенный пункт Озерное, это Донецкая область, в районе Изюмского направления. Так что мы, да, действительно есть развитие успеха в сторону освобождения наших территорий. Но такого как бы пока масштабного контрнаступления мы не проводим. Мы ведем постепенную планомерную работу по освобождению наших территорий. Вот некоторые сравнивают вот эту фазу с тем, что медленный камень с горы, он очень тяжело его раскачать, но потом он может обвалить всю оборону. На Ваш взгляд, возможно такое развитие событий? Да, вполне возможно такое развитие событий. Дело в том, что наш темп наступления намного лучше и выше, чем темп, допустим, продвижения был российских войск, когда они захватывали нашу территорию. Я имею в виду, особенно последние два месяца в Донецкой и Луганской области. И далее, это, кстати, по-моему, даже Ваше выражение, я имею в виду, Ваш генштаб придумал, это каскадный обвал обороны противника. Это царевское выражение, да. Ну вот, я его же применю для того, чтобы для Ваших слушателей и зрителей было понятно, что устойчивость обороны, если будут прорваны основные рубежи обороны, то ее устойчивость будет, далее может произойти вот такой каскадный обвал оборонительной схемы, оборонительного построения. Видно, что все мосты, все понтоны, переправы под мостами, они огневым накрываются. То есть Украина... Да, огневой контроль. Да, в этом плане мы держим очень жестко, работает наша разведка и работает наша дальнобойная артиллерия. И, кстати, еще параллельно идет процесс рассекания группировки на правом берегу на две части по реке... Ингулец, Ингулец, Дарьевский мост. Да, именно, я хотел сказать про Дарьевский мост, что мы ударили по Дарьевскому, и не только, и по переправам, которые есть, там дело в том, что есть еще старые переправы, которые действовали вместо строительства мостов, их наводили. Так вот, речку Ингулец мы фактически на сегодняшний день перерезали. Сообщают, что россияне запретили переправы для мирных жителей Херсонской области через Днепр. То есть никто ни на барже, никак ни на лодках полностью контролируют, они предупреждают о расстреле. Да, к величайшему сожалению, российские оккупационные власти закрыли реку Днепр. Тут может быть несколько причин. Первое, не выпустить население из Херсона и использовать его как живой щит. Это в лучших традициях российской армии, армии Российской Федерации. Второе, они боятся проникновения туда сил сопротивления наших, чтобы мы не начали еще диверсионно-подрывную деятельность в тылу российских войск, что критически может ослабить боеспособность частей. Ну и третье, они хотят контролировать реку в плане того, что они даже информационно-психологически для своих войск создают условия, когда войска прекрасно понимают, что отступать некуда. То есть переодеться в гражданскую одежду и переправиться обратно на левый берег? Ну, да, этого невозможно. Ну, знаете, римский принцип, или сражайся, или умри. Вот именно, я так думаю, именно таким способом они хотят поставить свои войска в безвыходное положение и заставить сражаться. А подтверждается информация, что кадыровцы приведены в готовность на левом берегу на отстрел? Или это такая пропаганда запугать своих же? Нет, это пропаганда запугать своих же. Опять же, для того, чтобы... Дело в том, что ситуация на правом берегу, ну, в принципе, не только на правом берегу, и на других направлениях есть информация о том, что командиры, вот младшее звено, командиры рот батальонов, на некоторых участках уже с трудом сдерживают протестное настроение бойцов. Бойцы хотят покинуть позиции и вообще уехать с этой войны. И чем дальше, тем ситуация все больше усугубляется. Вот именно поэтому российское командование распространяет такие слухи, что даже если кто-то поплывет, как вы сказали, там, оденет гражданскую одежду и попробует поплыть... Я, кстати, напомню, что когда были первые удары Хаймерс по Антоновскому мосту, тогда российские военнослужащие раскупили все плавсредства на базаре в Херсоне. Вот, так вот они это и распространяют, чтобы этого не было. А могут они как-то переправлять на каких-то баржах понтонных, ну вот ночью что-то, как-то переправлять те же тоже топливо, тоже оружие, цинки с патронами? Они именно это и пытаются делать, да. Они на лодках везут и цинки с патронами, они на каких-то понтонных... Они сделали паромные переправы из понтонов пытаются, но дело в том, что тут же вопрос, ночью или день уже никого не спасает. Байрактар видит одинаково и днем, и ночью. Вот, и наши реактивные системы тоже видят днем и ночью. Им все равно, им нужны координаты цели. Вот, так что... И это первый момент. И второй момент этого, что они успевают переправить таким способом, катастрофически не хватает для обеспечения... Там 20 тысяч заперто, даже больше по численности. И представьте, сколько им надо в сутки тонн топлива и сколько надо тонн боеприпасов. Они уже начинают испытывать боеприпасный голод. Михаил Паталяк назвал это тысячи порезов, а я бы сравнил это с принципом Мухаммеда Али летать как бабочка, жалить как пчела. То есть украинская армия везде как бы наступает. Россияне тратят топливо, тратят оружие, мечутся по всему этому правому берегу и ослабляются. Вот может ли Россия через реку обеспечить поставку, ну скажем, сравнимую с тем, что тратится на правом берегу? Нет, не может. Каким образом? Ну как в Сталинграде, самолетами, чем угодно. Нет, нет. Ну самолетами там некуда сажать самолеты. Там был аэродром в районе Чернобаев. Чернобаев-то, да. Да, опять Чернобаев. Он весь... Во-первых, мы до него достаем, вот даже артиллерии простой, ствольной. Во-вторых, он весь в воронках, там не посадишь. И вы же представьте, опять же мы возвращаемся к численности группировки. Какой объем? Даже если не на виду там несколько понтонных мостов, они не обеспечат того количества этих самых... обеспечить, это того количества запасов, которые необходимы этой группировке. Ну проявить смекалку, я не знаю, цистерны с топливом обложить какими-то понтонами, вплавь на лодку. Она, кстати, судя по плотности, то, что топлива меньше по плотности, чем вода, она не утонет. Это правда. Просто толкать, толкать, толкать. Ну что? Толкать, толкать, толкать. Ну, не знаю, разве что это самое. Разве что... Ну, нету, идеи у меня нету. Там течение сильное. Там очень сильное. Они, кстати, даже из-за этого не смогли сделать ни на плавной мост, ни понтонный. Там, во-первых, сильное течение. Во-вторых, там очень сложный берег. Там либо круча, либо болото. Поэтому они и цеплялись за эти мосты. Получается, что россияне, скорее всего, получат политический приказ не отступать. Держаться до последнего. Потому что, зная, что ловушка закроется, они туда нагоняли, нагоняли войска. И Путин, скорее всего, поставил задачу любой ценой удержать Херсон. Ну, я думаю, что задача, конечно же, такая стоит. Дело в том, что мы уже, в принципе, вот наше оперативное командование Юг в своей сводке официально называет это котлом. Почему? Потому что выхода оттуда нет. Да, есть еще снабжение, но оно мизерное по сравнению с тем, что необходимо. И сколько еще продержится эта группировка, непонятно. И мы же постоянно ведем огневое воздействие на всю глубину этой группировки. Мы простреливаем весь плацдарм. А почему Генштаб, Министерство обороны Российской Федерации не скажут Путину, что это такой Невский пятачок, что там просто положат всех? Ну, я думаю, что для Путина это не проблема положить всех. Или два раза, или три раза положить всех. Он вообще не считается, он же даже не хочет слушать количество потерь. Оно его не интересует на сегодняшний день, вот по инсайдерской информации. Это с одной стороны. А с другой стороны, я так понимаю, что генералы, видимо, не всегда докладывают правду. Ту ситуацию, которая на сегодняшний день реально сложилась на фронтах. Видимо, вопрос же с чистки идет. Там же куча уголовных дел на генералитет в Генштабе заведена. Да, не всем делам сегодня дают вход. Но на допросы на Лубянку генералы и ходят регулярно. Американцы заявили, что на Херсонском направлении передали Украине все, что Украина попросила. Но вот эта вот поправка на Херсонском, меня наводит на мысль, на Херсоне, скорее всего, Атакамс не очень нужны. А вот под этой фразой можно подразумевать, что Атакамс все-таки появится и к Крымскому мосту приготовится? Почему? На Херсонском он как раз и нужен, потому что от Николаева очень хорошо доставать Атакамс до Крымского моста. Так что вполне возможно. Ну, в принципе, я всегда говорил, что вопрос поставок таких оперативно-тактических ракет, это просто вопрос времени. А сейчас, кстати, издание Хиллу написало американское о том, что Соединенные Штаты уже поставляют оружие Украине, не обращая внимания на реакцию Российской Федерации. И, кстати, Российская Федерация практически уже не реагирует на поставки вооружений Украине. Потому что уже не может реагировать или закончились слова, или бессмысленно? И то, и другое, и третье. И не может, и слов уже нету, и закончились возможности. ВСУ сообщает в сегодняшнем отчете, что Россия пытается накопить кулак в Крыму и серьезно окапывается на перешейке. А что это? Готовится к Мелитопольскому прорыву? Ну, они этого больше всего боятся, потому что Мелитополь это ключевой город, который обваливает всю южную группировку войск. Он и закрывает сухопутный коридор в Крым. Это очень важно. Дело в том, что там нет смысла окапываться, потому что 8 лет Российская Федерация вдоль административной границы на перешейке строила укрепрайон. Вот. И поэтому они просто, скорее всего, его занимают. Но посмотрим, как они будут дальше, как дальше будут развиваться события. Но, видите, в Крыму не прекращаются взрывы, хлопки. Постоянно работает то в Керчи, то в Севастополе. Срабатывает ПВО, и что-то или взрывается, или горит. Так что это первый момент. И второй момент. Мост, я думаю, все-таки мы закроем. И для того, чтобы прекратить снабжение этой группировки. И посмотрим, как они там будут себя чувствовать. Не напоминает вам ситуация с Крымом? В том, такую же ситуацию на правом берегу Днепра, когда Украина спокойно приглашала через мосты российские войска, а потом перекрыла мост. Вот тоже сейчас яростно накачивается россиянами военная группировка в Крыму, а потом аккуратненько перережутся все доступы, и дальше будут крыться аэродромы, и все будет совсем по-другому. Похоже это? Кстати, авиацию Россия из Крыма уже вывела. Вся авиация на территории Российской Федерации. После первых ударов по три аэродрома были атакованы Бельбек, Саки и Гвардейская. И после этого авиация России передислоцировалась на территорию Российской Федерации. Вполне возможно, что такой вариант, но я думаю, что вряд ли. Скорее всего, все силы, которые есть на сегодняшний день в Крыму, будут в ближайшее время брошены на Мелитополь. Дело в том, что мы вывели из строя железнодорожную ветку Джанко и Мелитополь, и для них они разгружаются в Джанко, а дальше, скорее всего, это будет марш надо будет совершать, потому как поезд до Мелитополя уже не ходит. А если они не удержат Мелитополь, то тогда они возвращаются на 24 февраля автоматически. Изюмское направление. Вот там было озерное освобождено, и наше внимание все в Херсонской области, а тут вот на Изюмском направлении, Донецкое, что там происходит? И там возможно наступление Украины? Ну, там та же самая ситуация, что и на правом берегу. Дело в том, что мы начали перерезать артерии, снабжающие Изюмскую группировку. Это Купенск, вот там и железнодорожная ветка, и автомобильная ветка, по которой снабжалась из Российской Федерации Изюмская группировка. А перерезав ветку снабжения, боеспособность передовых частей начинает резко снижаться. Единственное, да. Да-да. Я слышал две версии диаметрально противоположных по поводу о том, что на Херсонском направлении собирались наступать еще на Мелитопольском, но как бы американские советники рекомендовали генштабу ВСУ, это якобы так говорят, от американской прессы, что лучше сконцентрироваться только на Херсонском направлении. А с другой стороны, вот эти тысячи порезов, наступление на Востоке, наступление на Криворожском, Запорожском, вот на всех этих направлениях, говорили же, что вот наступать растопыренными пальцами, как делали это россияне на девяти направлениях, это просто тактическая, ну, стратегическая ошибка. Ну, так я тогда возвращаюсь к началу нашего с вами разговора. Мы не ведем наступление, мы ведем контрнаступательные действия на отдельных участках линии фронта. Это вот абсолютно правильно сказали, как летай как бабочка, жаль как пчела. И можно жалить до бесконечности, пока они удерживают позиции. Как только им надоест умирать, они снимаются и уходят. Вот вам и не надо ходить в лобовые атаки, как это делают российские наемники сегодня на направлении Бахмута и Авдеевки. Они там убиваются до последнего наемника. Там атакующие действия не прекращаются. И вчера ситуация сложилась таким образом, что впервые за шесть месяцев войны российское командование запросило несколько часов прекращения огня для того, чтобы убрать тела убитых российских солдат с поля боя, потому что наступать уже по мертвым телам было невозможно. Это на востоке, это на востоке, да? Да, это на донецком направлении. То есть там столько положили, что просто... Да, они вынуждены были запросить прекращение огня, чтобы собрать тела своих убитых солдат. А им дали это прекращение огня? Да. Мы всегда идем навстречу в решении гуманитарных вопросов. Если это похоронная команда, которая собирает убитых, то, конечно же, мы дали такую возможность собрать тела. Это первый раз за все 195 дней войны? Да, первый раз. Ну, вот это активная фаза. Такая инициатива со стороны российского командования. Если продолжать аналогию с боксерским поединком, можно ли сказать, что Украине не может быть и не нужен нокаут российских войск? Ей нужна победа, пусть даже по очкам, пусть там несколькими нокдаунами. Главное победить. Так, дело в том, что тут все равно будет нокаут. Дело в том, что российская армия, она длинная, но она уже заканчивается. Мы уже видим хвост этой армии. Сегодня, вы посмотрите, третий армейский корпус, они три месяца формировали корпус, за три месяца они не смогли собрать 15 тысяч. Они набрали около 10 тысяч. Они сгребли, вот что называется, по сусекам, сгребли с первой танковой армии. И все, что было, видимо, все, что стояло в боксах, все, что осталось. Там сборная солянка, там три или четыре вида танков в этом корпусе. И они тянут эти 10 тысяч, даже они не могут его сосредоточить на одном направлении. Настолько у них плохое, тяжелое положение на фронте, что они вынуждены этот корпус разбрасывать по частям, по кускам, на разные оперативные направления. Вот мы сейчас ждем, где он у нас всплывет. Я слышал комментарии генштаба ВСУ, что они знают, где находится третий армейский корпус, но как бы не сообщают пока. У меня вопрос, стоит ли вот так вот... Я слышал только уничижительное по отношению к ситуации с третьим армейским корпусом. Но все-таки 10 тысяч танки, может быть, они будут крайне неприятные? Если бы они были на одном оперативном направлении, я бы с вами абсолютно согласился. А так как Россия разрывает его по кускам, то это не спасет ситуацию. Дело в том, что сегодня есть части с укомплектованностью 25-30%. Вот такие БТГ воюют на отдельных направлениях. Поэтому этот корпус уже ничего не спасет. Все говорят, что вот такая стадия войны, когда фронт двинулся, украинская армия на всех направлениях подрезает российскую, продлится где-то еще 2-3-4 недели до конца сентября, до начала октября. А погода не помешает, не развезет? Ну, дело в том, что у нас есть опыт введения боевых действий даже в эту погоду. Я напомню, что война, вторжение началось 24 февраля. Мы провоевали март и провоевали апрель. Это такой сезон дождей, сезон таяния снега. И прекрасно мы воевали, так что у нас есть прекрасный опыт в плане погодных условий. И сейчас уже вооруженные силы Украины начинают готовиться к переходу на зимнюю форму одежды. Да, кстати, заказали у НАТО, да? Там 200 тысяч обмундировали. Да, и, кстати, российские части, должен отметить, до сих пор воюют в зимней форме. Да, встречается, это действительно подтверждается информацией, что в некоторых местах. Ну, не все, но там до некоторых действительно. Ну, есть, да. Путин понимает... Это говорит о логистике. А как они будут готовиться к зиме? Путин понимает, вот мне подсказывают наши редакции, что им зимой не страшно, они все ватники. Ну, это такая вот шутка редакции, мы устали на войне тоже. А Путин понимает, что при проигрыше Херсона вообще вся эта ситуация с деноцификацией, демилитаризацией, вся эта спецоперация просто закончилась и полным провалом? Я думаю, что понимает. Просто вопрос безысходности положения. Видите, Россия осталась одна. Одна против всего мира. На сегодняшний день нет ни союзников, ни друзей. Есть еще такие, молча стоящие в углу, типа Китая, которые воздерживаются от голосований по совбезу ООН. И большая семерка заявляет, что Украина получит поддержки столько, сколько надо. Вчера, буквально вчера, фрау Андер Лайнен заявляет о том, что Европейский Союз даст столько финансирования, сколько будет требовать поддержка Украины и ведение боевых действий. Поэтому при такой, с 1 октября начинается ленд-лиз. При такой ситуации, а еще предупреждение, самое главное, предупреждение России о не применении оружия массового поражения. Кстати, на днях, вот буквально сегодня-завтра мы ожидаем выход доклада пана Аброса, главы МАГАТЭ, о посещении атомной станции. В любом случае, какой бы доклад ни был, но наличие военной техники и вооруженных военных на территории такого объекта повышенной опасности не допустим согласно международных правил. Так что будем надеяться, что Совбез ООН вынесет решение о демилитаризации территории станции. Олег Владимирович, спасибо, что нашли время присоединиться к нашему эфиру. Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса Генштаба Украины в эфире Лучшего радио. И я желаю победы Украине. Спасибо вам. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok